Первый случай, когда четыре человека, которые обычно беседуют с другими, беседуют друг с другом, что, в принципе, позволяет надеяться исключить всех остальных спикеров и уже любые темы раскрывать узким кругом ограниченных людей. Две короткие темы. Одна совсем простая на фоне того, что мы обсуждали. Про Рупи. Что мы думаем про Рупи в плане его перспектив до конца года с поправкой на... Вы сможете рассказать. Павел, за Рупи отвечаешь. Единственное, я отвечаю, да? Как было у Жуанецкого, вы среди нас единственный интеллигентный человек, вы знаете. Да. Ну, отвечать за Рупи тяжело, потому что, конечно, мы же понимаем, что все факторы, они в основном влияющие, они, конечно же, понятно, в какой плоскости лежат. Прогнозировать нефть, цены на нефть я не берусь. Если уж там за Рупи еще можно что-то сказать, то за нефть я точно не скажу. Потому что не только экономика, мы понимаем, что там много факторов. Собственно, мы видели, вот видим сейчас уже, получается, три квартала такой период относительно такой стабилизации, в общем-то, да. И понятно, что все ожидания, которые были относительно ключевой ставки, они, в принципе, оправдывались. Там нужно было посмотреть, что каждый раз перед заседанием примерно большинство, кто прогнозировал вот то, те действия, да, сначала снижение, потом сохранение, да. Ну, в принципе, они были правы, то есть там хорошо, то что плохо стало стабильно. То есть стало стабильно на том уровне, на который мы вышли вот там несколько минут, несколько кварталов назад, да. Но, в общем-то, из этого никакого вывода нельзя сделать. Потому что то, что мы видели сейчас, это такой период, что мы дальше увидим то же самое. Это был действительно короткий период, на нем выводов делать невозможно. То, что происходило с нефтью в этот период, это, можно сказать, такой совсем короткий момент, да, в истории этого рынка. И, в общем-то, куда двинется, прогнозы до сих пор, прогнозы разнонаправленные, причем они там отличаются в разы. И источники этих прогнозов, они все авторитетные. То есть один авторитетный прогнозист говорит, что нефть пойдет дальше вот так, другой говорит, что она снова рухнет. Ваша политическая кража. Вы читали по книжке, да? Да. Скажи, пожалуйста, в ценах на нефть ожидаешь допинговых скандалов? А, ну там, да, то есть, что в смысле, что российская нефть какая-то не такая, как Елс? Ну, слава богу, там Олимпиады. А паралл дак ответил, что ему в цивной может работать. Ничего не понятно, но говорит уверенно, с улыбкой, в общем, позитивно. Как позитивно? Я к чему, скорее. Я иногда застрю. Вот рупия у нас состояла из нефти, да, цена рупия. Да. Риск каков, что последние полгода он состоит на половину из нефти, а на половину из выборов. То есть, то, что может прийти в голову. Ой, до выборов держат, после выборов... Мне кажется, это как раз вряд ли. То есть, это приходит в голову. Надо уточнить, о каких выборах. Ну да. А если тебе выборы, которые у нас тут скоро выборы, а я думаю, что они здесь не сильно важны. А вот те выборы, которые... Ну, когда они еще... Подождите, а те, которые вот там... Основ против слонов? А эти-то? Ну, тут рубль-то, как говорится, там не сильно влияет. Да, но там влияет на все остальное. На нефть влияет? На нефть, на доллар, на золото. Вот, кстати говоря, вопрос, как оно может влиять на нефть? Побеждает сумасшедший. И ничего не может... Нет, на нефть, кстати, в меньшей степени. Но я думаю, на чисто систему финансовых обязательств может скорректироваться. Может быть, да. И традиционно, после предсказуемой победы, мы традиционно после выборов в США наблюдаем всегда ралли доллара практически, да? И ралли биржевых... Ну, кстати, да. Двух-трехмесячный стабильно. Январь инаугурационный стабильно. Да, да. Пожалуйста, не за подкажем. Окей, значит, оставим тогда руки. Так, где он есть. Сложим, да, там, где он есть. И, наверное, самый последний момент. Мы все с вами в этом сезоне очень много в рамках серии бесед банковского обозрения беседовали с различными людьми на разные темы. Финотехнические, банковские, макроэкономические. Ну, так и вообще. Иногда многое зависит, и вот понятно, не от того, что сказано, и о чем говорилось, а как-то. Вот ваше ощущение от настроения. Быстро на опахмелку. Потому что мое, например, впечатление, оно сбито общением с депутатами, у которых до 18 сентября оптимизм, это просто, ну, необходимая вещь, поэтому я не могу судить. А ваше ощущение от настроения? Потому что сколько себя помню на финансовом рынке, очень многое зависит просто от настроения конкретного Василия, Петра, Ивана, конкретного предправа, зампреда и так далее, да, который вот что-то делает. Булат, вот носитель вообще позитива, его все знают, как самый позитивный человек в финансовой среде, Булат, а вот ощущение от общения с другими как? На самом деле, как ни странно, ощущение позитивное. Потому что на рынке я служу по нескольким параметрам. Во-первых, с какой частотой люди обращаются за советом не то, как спастись, а как развиваться. Это первое. Второе, я вижу, как прошли изменения на руководящих позициях нескольких банков и какие задачи люди ставят прежде всего перед собой, то есть какие вопросы поднимают. По поводу, мне так хотелось с Павлом в дискуссию вступить, почему там рубль отвязался от нефти и так далее. Если серьезно, то произошло привыкание к тому, что регулятор работает со скоростью минус 2 лицензии в неделю. И хочется посмотреть, как повлияет в целом на систему. Поэтому я бы сказал, носитель позитива, окей, хорошо, пусть будет так. Я бы здесь, наверное, два момента отметил. Во-первых, оценки тех, с кем удалось побеседовать за последние полгода, они часто, не всегда, но часто отличались под запись и не под запись. Это важный момент, на самом деле, потому что я столкнулся с тем, что некоторые говорили о том, что да, они строят сейчас планы по развитию, у них есть рост бизнеса в текущем периоде. Первый квартал у многих был какой-то такой мега успешный. Ну, понятно, что там, если сравнивать с низкой базой первый квартал прошлого года, там показать какую-то неуспешность тяжело было. Но, тем не менее, у кого-то в некоторых сегментах рынка, на которых мы беседовали, прям какой-то мега рост, это было все классно. И прогнозы их, и ожидания именно по своим компаниям или банкам на год тоже были хорошие. Но, вот, когда мы уже не обсуждали то, что под запись шло, то зачастую были такие фразы, что, ну, вот, мы, конечно, все у нас, план-то хороший, да. Но, в целом-то, да, все, да, в целом-то, слушай, реально совсем плохо, да, вот, вообще, вот, ты разговариваешь, у всех прям все совсем, совсем все здорово, да. А, все интересовались у тебя, что у других, да. И, естественно, что, ну, это часто, кстати, бывает, что оценки такие, что мы как-то вот выкрапкались там, как-то еще движемся, да, но вокруг, в общем, какой-то выжиренная земля. Тоже часто так бывает. Ну, и понятно, что все это субъективно, да, то есть, естественно, что мы все-таки беседовали, наверное, с той категорией, которые живы и что-то хотят, и у них какие-то есть планы. Они хотя бы могут разговаривать. Да, они могут разговаривать. Наверное, действительно, у нас выборка смещенная в этом смысле. Мы взяли, наверное, слой оптимистов, потому что они, как минимум, в каком-то стадии роста, развития. Ну, да, хотя бы созвонились. Да, мы с ними встретились, поговорили, да. То есть, это уже выборка смещенная, поэтому там больше оптимистов. Повторюсь, оценки их не под запись, они немножко отличались. Это первый момент. Второй момент, что, наверное, надо отметить, что вот за последние, тоже, наверное, несколько месяцев оценки были более, ну, постепенно они более оптимистичными становились. То есть, вроде бы ничего не изменилось в целом, но по сравнению с началом года, что изменилось? Вот по сравнению, может быть, там, с тем, что было в конце 2014-2015 года, изменилось. То есть, конечно, ситуация сейчас другая, и понятно, что был шок, шока нет. По сравнению с тем, что было в начале года, ничего не изменилось особо так, по большому счету. Тем не менее, люди настроены лучше. Просто потому, что, наверное, это время стабильности, когда оно начинает превышать 6 месяцев, например, 7 месяцев, уже какие-то механизмы стресса отключаются. Вот, через, кстати, вот этот эффект, он, наверное, присутствует. Привыкание? Привыкание тоже, да, и позитива как такового, ну, какой позитив? То, что там в июле произошел какой-то прирост ВВП на 0,1%, что это меняет? Был там на 0,1% попадение, стал на 0,1% прирост. То есть, ничего не меняет. Но привыкли, и в целом, по крайней мере, на коротком горизонте, раз вот мы сейчас в такой ситуации находимся, все считают, что пока она сохраняется вот такой. То есть, наверное, просто перестали бояться, что все меняется быстро, так, насколько невозможно адаптироваться. На нем хорошо, не разменивайся на детали, говори главное. Плохое стало таким медленным, что уже похоже на хорошее. Уже похоже на то, что... Окей, теперь без записи, ага. А без записи я потом скажу, когда все камеры сбежатся. Окей, два самых позитивных улыбчивых человека на банковском рынке выскорбнения. Ильман Шаек, про который все знают, что он, в принципе, тоже позитивный, но все равно, если написано, ну, если бы вы знали. На самом деле, Ильбан. Сицы, мне вот после того, как Булат и Павел сказали, я долго думал, что еще могу добавить. Мои 5 копеек или 2 цента. Я вспоминаю сейчас вот 7 сеты, которые за последний год прошли. И четко могу разделить людей, которые, скажем так, они оптимисты, потому что другого выхода нет. И они садятся, берутся, работают, ищут выход, работают, ищут выход, работают, ищут выход. И те, которые пессимисты. А знаете, как я это выстреляю? Не тем, что этот оптимист, а тем что. Пессимист чаще всего занимается схематикой. Выхода нет, ну-ка, давайте начнем справлять. И пошла схематерика. Оптимист не потому, что он оптимист, а просто человек, который ищет выход, если он занимается поиском, он его рано или поздно найдет, не в схематерике, а в смене бизнес-модели, смене стратегии, чего угодно, но адаптации. И вот это вот четко я могу различить. Ты признай, об этой классификации я знаю. Я только что ее придумал. Еще даже заподатовать не успел. Поэтому пусть забирают, когда выйдет видео. Вот это для меня четкое разречение. И это оглядываясь назад. Не то, что я теперь буду использовать вперед, но оглядываясь назад, я могу сказать, что там почти 99,9 в периоде, да, вот такое деление можно было бы сделать. Что при всем неуважении к госструктурам, неуважении в таком смысле, что мы всегда с оппозиционной точки зрения, что, наверное, все-таки надо быть на мысль, что вот эта чистка ЦБ имела и правильную подоплеку, да? Ну, я бы сказал бы так. Когда смотришь на бизнес-модели сетбанков, я всегда удивляюсь, а где там бизнес-модели? Если она не стрессоустойчивая, то что это за бизнес-модель? Но есть и случаи, когда, к сожалению, было прямое рейдерство, не со стороны регулятора, но прямое рейдерство, и банки ложились именно по итогам, прямое рейдерство. Это не только сейчас, это 2008 год был, да? То есть ничего нового в этом нет, но ляжет или схемотехникой займется тот банк, который не готов к этому. Дальше различия. Почему он не готов? Потому что бизнес-модели вообще никакой. Занимаемся всем не понемножку, и в хорошие времена это проходит, а в тяжелые времена, до первого звонка, до первого свиска. Или он просто не готовился к стрессу. Ну, вот сколько мы живем в стрессе. Ну, что, предводитель, в конце еще терпит страх. Ну, и можно я прям, буквально, да, то, что Ильман сказал, наверное, он наткнулся на одну мысль здесь в этом смысле. Оптимистов-пессимистов, наверное, можно, если продолжать эту мысль, разделить, наверное, не то, что там схемотехники... Еще рейтинг не пришло. Рейтинг, не само собой, да. Но, наверное, это еще какой горизонт планирования у них. То есть у оптимистов все-таки горизонт планирования как минимум среднесрочный. Они понимают, что... Они ожидают чего-то от будущего. Они понимают, что они сейчас что-то строят, то, что принесет им плоды через несколько лет. И они, в принципе, считают, что они будут существовать. Их бизнес будет через несколько лет. И, возможно, он даже будет лучше, рентабельнее и так далее. А пессимисты в этом смысле, у них горизонт планирования короткий или сверхкороткий. Они не ожидают, что они смогут что-то сделать, чтобы потом принесло им результаты. Поэтому они сейчас делают то, что делать не надо, потому что они не видят будущее. Вот это, наверное, разделение, которое, скорее всего, нужно... На этом моменте вы такой голосовал по электронному телевизору. А кто-то пессимисты и пессимисты. Ну, и мне кажется, вот этот вопрос, на самом деле, должен окончательно завершить Булат. Я недавно в Фейсбуке прочитал про акцию, я не понял, то ли она в Татарстане, то ли во всей России, что на какой-то бензоколонке, что там мужчины, которые оденутся в бикини, получают там бензобак, по-моему, бесплатный. И люди оделись реально в бикини и вышли, получили. Но это, мне кажется, меркнет на фоне Булата Субанова, который в эти времена стал предправом, согласился на такую должность. Это куда смелее, да? Вот это тоже ответ на вопрос оптимизма. То есть, Булат, для вас взять на себя сейчас не самое сладкое, наверное, время, это что? Вы верите в банкинг, это интересная работа, и вы и сами как смотрите на перспективу? Ну, наверное, пользуясь классификацией коллег, я отношусь к тем оптимистам, которые пытаются управлять горизонтом планированным. Если серьезно, то я верю в банкинг, я, в принципе, всегда в него верил, но банкинг именно на стыке индустрии, потому что для нас сейчас самым главным вопросом стоит не копирование модели, не управление, а именно придумывание той модели, которая позволит нам выживать в тех условиях, которые есть сейчас. Условия поменять невозможно, нужно посмотреть именно, что-то можно ли придумать. Не секрет, что для этого в том числе я очень много стараюсь общаться с коллегами по цеху, потому что, ну, если в неделю удается хотя бы с двумя людьми, с которыми я работаю каждый день, пообщаться, это уже большой-большой плюс к такому интеллектуальному капиталу. И сегодня я пару очень хороших идей услышал, особенно про классификацию. Работу твою люблю. Спасибо, коллеги. Кстати, информация к размышлению. Мы вступили в такой период, все довольно стабильные люди, своих интересов к профессионалам. Мы все за последний год сменили должности, основные работы и так далее. Это довольно забавно, кстати, амдоком говорит. Спасибо. Спасибо.